Ну что, никогда не было и вот опять случился РБВ, мероприятие, которое так давно не было и которое так давно все ждали. Мы сегодня с огромной командой приехали на данный ивент, чтобы выяснять для вас обзор и, естественно, спросить мои огненные вопросы, для которых, кстати, можно посмотреть. Подготовили огнетушитель. Мы возьмем его с собой. Погнали. Ты только его украсишь, зайчик. Ты, кстати, первый, кто подошел к нам, специально просился на наше интервью, как бы, да? Вот мы уже знаменитые. Никита, здравствуйте. Никита, скажите, что вы сегодня приехали с какой целью? Задачью? 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 Наша сегодня задача просто отдохнуть. Мы приехали с нашими филиалами сети Бородач. Это Барбишо Бородач Котельники, Барбишо Бородач Желебина. Мы приехали полными двумя командами. Сегодня мы просто отдыхаем, смотрим на стенды, общаемся с прекрасными, вот. А завтра мы будем участвовать на фастфейде почти всей командой, так что нам удачи. На фастфейде, то есть у вас быстрые руки, да, у всех вашего филиала? Котельники или Божелебина, да? Конечно, нужно же делать до продажи, а как это делать, если... Сокращать время, тогда услуг. Да. Как работает Топган, вот мы на бизнес-днях все узнали, поэтому теперь будем делать это мы, да. Так, смотри, будет облиться просто, поделожен отвечать, нору либо не нору. Ночевать на рабочем месте? Норм. Крутить романы с коллегами ради выгоды? Не норм. Приходить, выпивши на РБВ с утра? Отлично. Спать с клиентами? Не норм. Я мужчина, и с кем я буду спать там? Ну, с клиентами, с клиентами клиентов. Отменять запись, потому что была лень? Не норм. Брать чего и натурой? Не норм. Завидовать коллегам? Норм. В каком году было декабристское восстание? Было, в декабре. Восстание декабристов? 14-й год, в декабре. 1900? Нет. 1825-й. Ты не выиграл мой приз, которого не было. Ладно. Никит. Ну ничего, спасибо вам за первый выгон. Я совсем не просила открывать с ней дверь. Посмотрите на его лицо. Спасибо, мальчики. Ну что, мы заходим на само мероприятие. Сейчас нас просканируют на ненужный предмет. Здрасте. Здрасте. А вы меня не будете проверять? Нет. Хочу. Да. Проверите меня металлоискателем? Нет. 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 Ну нет. Мы прибыли на праздник стрижек. И что я могу сразу заметить? Нас атаковали белорусы. Справа выступает Сергей Маковеев. Смотрите. Слева выступает Вадим Шифрин. Также у нас здесь шоп-плейс. Можно купить себе какие-то футболки. Пойдемте посмотрим. Так. База, да? Базовая такая история. Нам такое не нравится. Мы носим только там, где видно грудь. Привет, ребята. О, ничего себе. Вот это встреча. Ну что, как тебе РБВ? Как мне монтаж? Наверное, так надо обсуждать. Какой монтаж? Ночной монтаж. Вот. Елду видели? Такую пятиметровую. Ночь устроили. Сколько стоит ваша локация? Сколько денег потратили? Надо говорить? Ну, конечно. От лимона. Будем даже больше там. Намного. Ну, короче. Не буду говорить финиш. Мы профессионально занимаемся этой херней. Уважаю. С полным продакшеном. Молодцы. И что, вам удачи на вашем стейде. Мы немножко поменяли мою локацию. Теперь я сверху. Можете посмотреть на вид сверху. Да, можете в камеру провести. Посмотреть, сколько людей. Какие масштабы. Оцените сами. Спасибо. Ну, зону баттла вывели на второй этаж, так сказать, повыше. Посветили фонарями, чтобы лучше было стричь. Сейчас я не знаю, какая номинация, поэтому пойдемте спросим и уточним, кто за кого болеет. Пойдемте. Что за номинация? Фейт и борода. Просто фейт? Фейт и борода. А, за кого болеете? За Хугарден? Супер, молодцы. А будете участвовать в баттлах сегодня? Сегодня нет. Сегодня нет. А завтра? Может быть. А послезавтра? Не наш уровень просто. Здравствуйте, мои друзья. Почему меня не обнимаете? Я обнимаю. Привет. Как будто бы никогда не виделись еще. Кто это? Сегодня студия, подкасты. Звук нормальный? Это вот лучше к Сергею, который будет это потом вынесать. Сергей. Это монтажер подкаста. Короче говоря, давайте звезды за кадром. Вот кто это все делает. Да, это я все, да. Возвращаемся к вам снова. Как баттл? У нас сегодня Мила наша участвовала в баттле. Удлиненные стрижки. И у нее сорвалась модель с утра. И за сколько минут ты нашла до баттла? Примерно минут за 30. И вообще охуенно все прошло. Мне помог Игорь Соколовский, наш друг. Ну, Игорь, все сердечки. Игорь, это для тебя. Соколовский, это для тебя. Наташа, уже Просека выпила? Нет, к сожалению. Почему? Надо в следующий раз в райдер записывать. Я это уже говорила. А у нас был райдер. Нам просто сказали, пишите подкасты, чуваки. Подкасты идут очень круто. У нас запланировано огромное количество гостей. Очень громко, очень шумно. Но, надеюсь, все у нас получится. Очень интересные ребята. Со всеми хочется поговорить и обсудить дольше, больше, более емко. Но наше ограниченное время. И мы стараемся задать самые интересные, самые каверзные вопросы. А вы кто? Мы и обзор делаем. А, вы обзор? Так, заходите попить. Барбершоп и Факин Барберс. Факин Барберс. Мы HR Кухня. Я HR Директор наших барбершопов и Факин Барберс. Мы смотрим барберов себе в команду, потому что у нас впереди большое развитие. Дайте оператору слушать. Ладно, нас слушать. Должны такие же, как бы, ребята, смелые, творческие, которые соответствуют моему проекту, которые уже действуют. И у нас сейчас два барбершопа. А вы в Москве либо где? Москва. Москва. И у нас открытие сейчас будет третьего барбершопа и так далее. Вы франшизу продаете? Или вы сами все открываете? Нет, мы франшизу не продаем. Мы делаем сами свои барбершопы. Наша фишка в том, что мы социальный проект, то есть мы даем возможность барберам развиваться. Плюс мы даем возможность барберу уже в развитии открыть с нами совместный барбершоп. Таким образом, создав комьюнити. Да еб твою мать, давай вот это у нас. Мы специально подобрали такую красивую локацию в Электории, чтобы лук Ивана... Зацените ваш лук, чтобы он смотрелся еще краше, еще красивее, да, так вот, грациозно. Иван, здравствуйте. Привет, привет, привет. Это что, это петличка в нее говорит? Да, это петличка, такая небольшая, да, ну, зато удалая, как говорится. Отлично, классно, я рад. Расскажи, ты сейчас выступал на Электоре, я так поняла, да? Да, я сегодня выступал в 10 часов утра, ну, не прямо сейчас, а это прошло 3, 4, 5 часов, вот, ну, недавно еще, давно. Да, да, но выступал. Счастливый часов не наблюдает? Совершенно верно, да. Расскажи мне, как тебе аудитория, и вообще, как тебе РБВ, потому что вы давно не было, я думаю, что все ждали, что наконец-то он появился, наконец-то его снова организовали. Как тебе вообще, есть ли с чем сравнить с прошлыми? Да, сравнить всегда есть с чем, но я хочу сказать, что любое мероприятие, которое собирает вокруг себя наши комьюнити, мастеров, руководителей и вообще всех, где мы можем пообщаться, поучиться, поделиться друг с другом знаниями, это, по сути, штука несравнимая. Они всегда должны быть, и они всегда классные. Я очень сильно кайфую от подобных мероприятий. И аудитория, да, прекрасная, ребятам очень интересно, все задавали вопрос, смеялись, хихикали, все было прикольно. У нас еще есть Блиц-опрос. Я тебе буду задавать вопрос, тебе нужно отвечать, типа норм, либо не норм. Погнали. Ночевать на рабочем месте? Не норм. Крутить роман с коллегами ради выгоды? Не норм. Приходить выпившие на РБВ с утра? Ну, норм. Спать с клиентами? Не норм. Отменять запись, потому что было лень? Не норм. Брать чаевой натурой? Не норм. Завидовать коллегам? Ну, это бывает норм. Только здоровая зависит. Продавать клиенту не нужную косметику ради чека? Не, не норм. В каком году была Куликовская битва? В том самом. В каком у меня есть приз за правильный ответ? В том самом. В том? В том самом важном. Это была очень важная мысль, я пошел. Можно вас оторвать, этого прекрасного мужчину? Я про вот этого. Привет. Это красивый монтажер. Ты вот походишь по другим мужчинам, а потом всегда ко мне возвращаешься. Ну, я только начала. Саша, как дела у тебя? Были лучше. Когда я подошла, стало еще лучше? Стало еще лучше, конечно. Вот, все верно, правильный ответ. Скажи мне, как тебе Брать? Как тебе РБВ? Его не было три года, сколько? Два, три, что изменилось? Что бы ты подметься? Что изменилось? Я состарился. Это, ну, объективно нельзя не заметить. Почти все три года я не стриг, и тут меня пригласили. А я стала красивее? Это правда. Но субъективная. Бизнес-конференция стала... Кто-нибудь прошел на твое выступление? Я советую тебе пересмотреть запись и извиниться. Бизнес-конференция стала больше. Стало шире, стало интереснее. Так, не мешай. Томкостям ощущений. Тихо, блядь, мы связаны с АП. Жаль, конечно, жаль. Что могу сказать про сам Russian Barber Вик, как он происходит? Он стал компактней, но это не значит, что он стал хуже. Он интересный. Ну, я больше не вкуса. В общем, классно, что мы снова все собрались. Прикольно, что здесь происходит. На самом деле, не так давно было начало. Поэтому я еще хочу понаблюдать. У нас еще есть блин вопрос, типа, нужно отвечать норм или не норм. Погнали? А в конце тебе сам какой-то интересный вопрос. Ночевать на рабочем месте? Не норм. Крутить романы с коллегами ради выгоды? Не норм. Приходить выпившую на РБВ с утра? Норм. Спать с клиентами? Не норм. У меня есть запись, потому что было лень. Не норм. Как бы спать с клиентами? Норм или нет? Норм, нет. Нет, нет. Давай так. Дальше, подожди. Все, дайте. Все портишь, Саша. Я ни разу не пробовал, но хотелось бы просто. Окей. Врачи вы натурой? Не норм. Завидовать коллегам? Норм. Продавать клиенту ненужную косметику ради чека? Не норм. Какой праздник в России праздник 12 декабря? Норм. Игорь Соколовский. Привет. Привет. Ну что, здравствуйте. Здравствуйте. Что с лицом? Кто-то сел на него? Простите. Очень больно сели на лицо, да. Неаккуратно было, да. Неаккуратно. Игорь упал с самокатом. Можно в комментариях его пожалеть, чтобы он никогда не падал, а только поднимался наверх. Спешил, я так спешил на Barber Week, что аж упал. Ты что, оправдались твои спешки? Всем нравится тебе? Да, да. Что именно нравится? Вообще, в принципе, мероприятие, организация очень клевая. Мне нравится прямо раз, как я выступил. Мы тоже видели, да? А ты где выступал? На стенде Шевелис. А завтра будешь что-нибудь делать? Да. Что? Ебалом торговать. Ну, ебал, я тебя не очень в этот раз. Так, у нас есть блин-запрос, нужно отвечать на вопрос. Ты готов к нему? Давай. Сейчас только телефончик достану. Из новой сумочки. Подержи. Давай, давай, сейчас. Просто у меня интервью берут, я звезда. У меня берут интервью, я звезда. Нужно отвечать, короче, норм либо не норм. Давай. Давай. Ночевать на рабочем месте. Норм. Скрутить роман с коллегами ради выгоды. Не норм. Приходить выпивший на РБВ с утра. Не норм. Спать с клиентами. Я ж барбер. Ну, у тебя вот девушки барберы тоже есть. Не норм. Отменять запись, потому что лень. Не норм. Врачи, вы натурой. Не норм. Завидовать коллегам. Норм. Продавать клиенту ненужную косметику ради повышения чека. Не норм. Кто крестил Русь? Ярослав Мудрый. Нет. Блядь, не помню. Я помню, в каком году. В каком? 988. Молодец, уважаю. Владимир Красновый, скажи. Да. Не, я угадал. Звезда. Давай, пожму твою руку. Спасибо. Вы продаете книги. А как вы думали? До сих пор покупают. Все такое началось. К нам подошел сам. Сам подошел. Создатель книги. Как называется? Книга Барбера. Книга Барбера. Ну что, сколько? Ты уже много продал экземпляров? Ну, вообще в целом. Сколько? Тысяча три, наверное. Сколько получил у них? Сколько заработал? Очень много денег. Очень много денег. Очень много денег и на новые очки заработал, да? Да, на все заработал. Молодец. Я очень рада. Скажи мне, как тебе в этом году поменялось что-то вообще в целом? Ну, в этом году вообще в целом масштабы реально удивляют. Потому что реально объективно смотришь, как много людей вообще подключилось к этому мероприятию. Поэтому вообще суперкруто. Это видно, что мы дальше растем. Вот так скажем. Да, еще у меня такой вопрос. Ты как мастендон у нас барберинга, да, уже? Да. А замечаешь ли ты, что появляется очень много новых лиц, мастеров, известных? Или как ты к этому вообще относишься? Или кого бы выделил вообще из таких, кто появился на рынке сейчас? Да, много крутых ребят на самом деле. Дорогу в целом молодым. Мы же тоже все не обкатаем. Сколько там, Россия огромная на здоровье. Приходите. Главное, как цитирую одного из своих коллег, правильно заходите в хату. Потому что, типа, можно сразу заходить дерзко и говорить, я тут, короче, понял. Вот то, что они стригут, это сейчас я покажу. Но таких обычно съедают через год индустрия. А кого бы сейчас выделил, кто на данный момент прям такой из новеньких качает? Так. Но я не могу не выделить своих фрешменов, которые сейчас заходят на сцену. И, то есть, это и Артур Куль, это Михейр, это Альт Кат. Это пацаны, которые с небольшим стажем, там, до пяти лет, для меня небольшим стажем, до пяти лет, и которые уже дают крутые показатели. Поэтому все только вот только начинается. Плюс есть очень много крутых фрешменов по регионам. И поэтому я каждый раз езжу и удивляюсь просто, насколько профессиональней наша сфера. Еще классно, что ты помогаешь своим фрешменам, продвигаешься, так скажем. Да, так нет смысла под себя хапать. Ну, то есть, это просто один, ты никуда не уйдешь. Просто никуда не уйдешь. Слушай, у нас еще есть в лице вопрос, нужно ответить норм, не норм. Готов? Быстренько. А в конце будет вопрос с ковыркой такой. Потом у меня есть, да, давайте. Ночевать на рабочем месте. Как? Ночевать на рабочем месте. Ночевать на рабочем месте? Я это делал. Нужно говорить норм, не норм только. Это норм. Крутить роман с коллегами ради выгоды. Это не норм. Приходить выпившие на РБВ с утра. Это вообще не норм. Спать с клиентами. Вообще. Мы же мужиков стрижем, как с ними спать? Ну, как-нибудь. Это не норм. Отменять запись, потому что лень. Нет, не норм. Брачи вы натурой. Натурой? Тоже от мужиков? Это не норм. Ну, почему? Это не только для себя. Не под себя. В общем, у девчонки барберы тоже есть, да. Да нет, это просто левый движ. Завидовать коллегам? Да это не норм. Продавать клиенту ненужную косметику ради чека? Это не норм. Ну, молодец. А в каком бы это было восстание декабристов? Это тоже не норм. У нас сегодня очень ответственное мероприятие вдвойне, потому ну, так получилось, да. В боевых, малевых условиях мы это все делаем. И продукт, я уверен, будет крутого уровня. Мы по-другому не умеем. Конечно. А давайте вложим блиц-опрос тебе задам. Давай. Давай. Пройдешь в мой блиц-опрос. Ой. Быстренько. Наслышим. Ночевать на рабочем месте? Да, круто. Крутить роман с коллегами ради выгоды? Спасибо огромное, что... Не, не ради выгоды, просто по фану можно. Приходить выпивши на РБВ с утра? Нормально. Спать с клиентами? Так, а был ли у меня такой опыт? Да можно не только на себя, а в целом. А, в целом? В целом прикольно. Отменять запись, потому что было лень? Случалось. Врачевые натуры? Ну а сейчас, мои друзья, завидовать коллегам? Нет. Продавать клиенту ненужную косметику ради чека? Да. Ты как и директор говоришь, который за финансы. Нет, это коммерс. Да нет, на самом деле ненужную не надо, это мы шутим. Мы в первую очередь за заботу о наших любимых гостях. Тайга – это уровень, топ-левел. Так, опять реклама началась. Спасибо. 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 Пожалуйста, можно вас с интервью взять? Да. Мы от ребят, которые, по-короче говоря, к ним же пришли. Смотрите, какую яркую девушку прекрасную. Мы выцепили, бежали за ней. Я на своих казаках догнала. За волосы схватила. Ну, за вот эти волосы. Да, за волосы на шубе. Расскажите, вы только вышли с подкаста, как вам подкаст наш? Ой, я вообще в восторге. Да? Ну, во-первых, очень крутой вайп от ребят, потому что они такие позитивные, кайфовые, приятные такие. Как ваша шуба приятная, да? Да, только комплименты, вот так здорово. Ну и насущие темы, тоже классно, что они это поднимают. В общем, мне очень нравится. Супер. Это классно. Скажите, вы были на РБВ до этого общения, наверняка? Да. Что поменялось за эти годы? Давно же не было мероприятия? Да, мы были участниками. Хэрфакер мы выступали на сцене. Сейчас то, что поменялось, мне очень нравится, что организаторы, и Леша, и Маша, и вся их команда, они не боятся экспериментировать, потому что формат того, что мы показывали фильм, это новый формат. Формат того, что сейчас ребята выступают на сцене с разные мастера, которые до этого никогда, возможно, не контактировали, прям вживую, они совместно делают коллекции. Коллаборации делают нас сильнее, у каждого из нас. Вот, и это тоже новый формат, это поменялось, мне это очень нравится, я считаю, что это очень, ну, очень круто, они вообще молодцы. У нас есть блиц-опрос, у нас, у меня, есть блиц-опрос, нужно отвечать норм или ненорм, ответить у вас ненорм, либо там еще что-то ненорм. Все, погнали. Ночевать на рабочем месте? Норм. Крутить роман с коллегами ради выгоды? Ненорм. Приходить выпивши на РБВ с утра? Ненорм. Спать с клиентами? Ненорм. Отменять запись, потому что была лень? Ненорм. Брать чаевые натуры? Хорошо. Я обсуждаю. Ненорм. Завидовать коллегам? Ненорм. Продавать клиенту ненужную косметику ради чека? Ненорм, конечно. В каком году было восстание декабристов? Норм. Думаю, несложно догадаться по смене моего образа, что у нас сегодня стартует второй день Russian Barber Week. Я нахожусь в такой потрясающе разрисованной коробке. Это фотозоны, если кто не понял. И отсюда мы пойдем снимать для вас обзор второго дня и докапываться до людей с моими любимыми вопросами. Пойдем? Богдан Бородин, человек из Екатеринбурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас настроение? Прекрасно. Только что после выступления. Только что? Прямо вот только. Ну только что? Очень жалко, что я не увидела. Очень жаль, что ты пришла чуть позже. Но мы сейчас уже сразу после выступления записали подкаст. Молодцы. Я думаю, что вам те задали интересные вопросы. У меня они менее интересные. Но пока я тебя хочу спросить, как тебе РБВ? Как вчера прошел твой первый день? РБВ, как всегда, прекрасно. Для меня самое главное мероприятие вообще в принципе в индустрии. У меня, наверное, точка роста именно от него пошла. Я стал амбассадором Рузел в 2017 году на Russian Border Week. Один из первых амбассадоров Рузела вообще в России. И каждый год я как бы жду очень мероприятия этого. Очень не хватало его за три года, которого не было. И вот я счастлив, что я вообще здесь, что я был вообще на главной сцене, что я сейчас являюсь спикером этого мероприятия. А начинал я все просто с обычного зрителя. Изменилось ли что-то за эти годы на РБВ? Во-первых, подкаст уже добавился, да? Да, это самое важное. Лекторий добавился сейчас. Раньше его не было. Это достаточно интересно. Я тоже вчера там выступал. Получил большое удовольствие на самом деле. Я бы там сидел, разговаривал бы часа два спокойно просто, без перерыва. Даже добавлять я уже не знаю, что сюда можно уже добавить. Здесь ты... Либо ты смотришь на главную сцену, либо ты идешь на стенд что-то там, собственно, какой-то мастер-класс смотришь, либо ты идешь и выбираешь инструменты. И везде какие-то люди, которые знают, и у которых что-то можно спросить, что-то узнать, короче говоря. Просто на батлы можно пойти посмотреть, поболеть за кого-то, да? То есть здесь есть все. Все для нашего удовольствия, да? Это отлично. Богдан, у меня есть вопрос, блин, вопрос. Я тебе записываю ситуацию, и ты говоришь просто норм, либо не норм. Ну, то есть можно себя применить, либо вообще в целом, если для тебя это неприменимо, например. Готов? Так, ночевать на рабочем месте? Норм. Крутить роман с коллегами ради выгоды? Не норм. Приходить выпивши на РБВ с утра? Норм. Спать с клиентами? Не норм. Отменять запись, потому что было лень? Не норм. Брать чаевые натуры? Норм. Завидовать коллегам? Не норм. Продавать клиенту ненужную косметику ради чека? Не норм. Сколько стран существует в мире? 127, нет? Нет, почти. Еще 2 попытки. Чуть побольше. Больше? Да, больше. До 200. Ладно, 170, пускай. 195. А мой подарок, это были мои объятия, поэтому, Богдан, извини, ты сегодня без объятий постаешься. Надеюсь, к счастью. Вам спасибо. Невозможно построить дом. Вам спасибо. Смотрите, какую красивую даму мы выцепили сегодня. Стояла на баттлах, красновалась. А мы решили сделать с нее интервью вечера Дарья Анфиногенова с очень красивой внешностью, с очень сложной фамилией. Выступала второй или первый раз? Выступала, ну, технически второй раз, но первый раз так более осознанно, глобально пришлось что-то говорить на сцене, думать, импровизировать. Думать. Думать, да. Немаловажно не просто, ну, светить лицом, так скажем. Не просто светить лицом, да, как бы, и не только лицом в данном случае. Дальше конец лайфхлайд тем, кто никогда не выступал либо собирается выступать, но боится там как-то вот переживаниями. Лайфхлайд, как побороться с переживаниями на сцене? Я хочу сказать, что это невозможно. Я думаю, что просто это нормально волноваться. И волнуются все, даже самые опытные спикеры, которые выступали за все эти два дня на сцене, ребята, которых мы постоянно видим на сцене. Все равно это заметно, что они волнуются, переживают. Я думаю, что это норм. С этим, ну, никак нельзя побороться. Это просто нужно готовиться. Максимально, насколько это возможно, готовиться заранее и волноваться как-то, пытаться побороться. А учили ли вы какой-то текст вот прям специально? Вот писали текст, прям учили, зубрили? Либо это просто вышло на провязацию? Ну, не особо получается. Всегда что-то идет не по плану. Текст был определенный, конечно же. Схема был, планы мы его придерживались. Но в итоге... Просека было перед? Нет, кстати, я себе... Ну, ты волновалась по этому. Думаешь, что не пила Просека. Я боролась с этим. У нас есть блин-запрос. Нужно отвечать, типа, норм или не норм. Я тебе описываю ситуацию, а ты думаешь, как бы, норм или чай, либо нет. Будешь отвечать, типа. Погнали? Да. Ночевать на рабочем месте? Не норм. Крутить роман с коллегами ради выгоды? Не норм. Приходить, выпивши на РБВ с утра? Норм. Спать с клиентами? Не норм. Отменять запись, потому что была лень? Не норм. Брать чаевой натурой? Нет, не норм. Деньги. Завидовать коллегам? Норм, наверное, это... Я хочу раскрыть зависть. Это нормальное чувство, которое подталкивает нас развиваться. Это такая, типа, положительная зависть. Мотивация. Мотивация, да, да, да. Продавать клиенту ненужную косметику ради чека? Не норм. Не норм. Не норм, да? Сколько стран существует в мире? Нет. Ты не говорила, что будет около брать. Ты не предупреждала. Это не подружески. Один из главных партнеров Russian Barber Week, это, конечно же, Ю Клайнс. И вроде как я увидела, у них какая-то есть лотерея. А где лотерея и халява? Там как бы мы, да? Поэтому давайте поднимемте, поднимемте, узнаем, что они тут разыгрывают. Здравствуйте. А у вас тут какая-то лотерея или что? Провели. А? Провели уже. Уже провели. И меня, походу, тоже. Пока так. А тут что? Ну, давайте, к нам, шоколадку, давайте, брелок, да, конечно. Мы такой. И моему видеооператору обязательно, он меня терпит все это время. Мне шоколадку не нужно, я худею. Я брелок. Спасибо. Влад, спасибо большое. Держи. Как правильно называется бренд, самое важное? Я до сих пор не поняла. Мы называемся Immortal New York. Очень широко известен в американских барбершопах, барберов. Пользуется на Амазоне его очень много. В 2019 году американец привозил, зарекомендовал в России. Но, к сожалению, потом пандемия, и все-все забыли. Сейчас многие, кто подходит к нам, вспоминают, говорят, о, это же было, все знают. Но вот мы возвращаем эпоху Immortal New York. Так скажу, это один из лучших турецких брендов. Почему? Потому что у него классная упаковка. Давайте покажем упаковку, да, как бы продемонстрируем. Вот такой вот, с мужчиной, да, вот таким вот, как бы красивым. Да, стильная упаковка, железные крышечки. Все как надо. Так, что у нас еще у нас тут? Вот такой у нас тут тоже мужчина есть, да? Будете пользоваться такой косметикой, будете выглядеть вот так же, смотрите. Мотивация, да, такая купить. А какой ценовой сегмент у нее? Цена сегмента средний. Мы не люкс, мы не сильно низкие. Средние, чтобы пользоваться. Здесь видите, почему американцы начали делать именно эту косметику в Турции? Чтобы каждый барбер мог себе позволить купить хороший продукт по хорошей цене. Вот и все. Если бы она изготавливалась в Америке, то, соответственно, стоила бы намного дороже. Не продавалась бы у нас, скорее всего, вообще не продавалась. Согласна. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи в развитии. Чтобы снова все вспомнили про этот бренд и начали снова покупать. Приносить вам деньги. Конечно, невозможно заметить огромный, большой стенд, Estelle, Alfa. Наверное, это все одно и то же, скорее всего. Сразу понятно, в какой компании имеются деньги. Здравствуйте. Где у вас подарки можно получить? Вы разыгрывались ли? Нет. Что нужно сделать? Пожалуйста, можете пройти. У нас там проходит розыгрыш про подарков. Также можете заполнить анкету и поучаствовать в нашем розыгрыше. Все-все, мы спешим за подарками. Погнали. Спасибо. Смотрите, вот так. Я знала. Пока мы гуляли, мы встретили прекрасную девушку Анж. Анжелика Анж, называйте, кто как хочет. Здравствуйте. Привет, привет. Скажи, как у тебя настроение? Слушай, все супер, отлично. Как мероприятие? Мероприятие вкусное. На самом деле, очень много достойных стендов. Очень они вообще заморочились. Estelle крутые, но мы-то знаем, кто лучше. Да, вот он, стендик Нишман. Являясь амбассадором этого бренда, ребята вообще красавцы. Сегодня забрали, кстати, 300 тысяч. Да, мы видели. А вы участили в подготовке? Нет, к сожалению, нет. У меня сейчас очень много своих проектов, но в следующем году обязательно, думаю, что получится. Я думаю, что у вас точно получится сделать яркие, крутые образы. И, конечно, не хочу, а точнее, хотела бы отметить еще ваш инстаграм, да, ваши рилсы. Мы их все видим, все заметили. Можете просто какие-то два пара, два, три, четыре, пять дизайнской лайфхаков, как стать популярным. Вот в инстаграме может быть какой-нибудь один советик тем, кто пытается этого достичь, ваших высот. На самом деле, как никогда, актуальный вопрос, потому что прямо сейчас я веду кэмп, обучение на 30 человек. У меня сейчас ребята снимают рилсы. Вот, кстати, один из моих учеников, у которого сейчас полетели рилсы, он переехал из Нижнего Новгорода в Москву, между прочим, благодаря рилсам. Ну так вот, да? Ребят, самое главное, одно из самых основных, что нужно запомнить, это регулярность. Регулярность выхода вашего контента. Если не будет регулярности, то, к сожалению, тяжело добиться результата. Вот, второй момент, это, наверное, образ, да, то, как вы выглядите. Картинка должна быть вкусной, вы должны цеплять зрителя харизмой, то, как вы говорите, то, как вы выглядите. А когда обертка красивая, яркая, ее хочется раскрыть, ее хочется попробовать. Ну что, погнали? Просто сейчас по норму, люби норм. Ночевать на рабочем месте. Норм. Крутить роман с коллегами ради выгоды. Ради выгоды нет, но сердце не прикажешь. Ну, ради выгоды-то и можно. Ради рилсов надо было спросить. Не ради выгоды, ради рилсов. Я тут занята, ребята. Приходить, выпившись на РБВ с утра. Норм, наверное. Спать с клиентами. Соберу сердце не прикажешь. Отменять запись, потому что было лень. Это не норм, ребята, они делают не так. Брать чаевой натурой. Норм, наверное, я не знаю. Завидовать коллегам. Не норм, зависть. Зависть – это самое плохое чувство, избавляйтесь от этого. Продавать клиенту ненужную косметику ради чека. Не-не-не, не норм. В каком году была Куликовская битва? Какая? Куликовская. Понятия не имею. Я тоже. Ну, прямо сейчас происходит кульминационное событие всего Russian Barbera Vicka. Сейчас 10 финалистов сражаются за 500 тысяч рублей. Пойдемте посмотрим, потому что собралась огромная толпа людей. Спросим, да, на кого они валяют. Субтитры создавал DimaTorzok Выиграл Barber King, естественно, человек из Ораула. Говорю, естественно, потому что там ребята суперкрутые. Сейчас мы спросим у него первые эмоции. Я пока не осознаю вообще, поэтому мне очень сложно что-то сказать, но я рад. И все. Я это сделал, я это мог, я к этому шел. Как Алексей сказал в 21-м году, я это в сон видел, как я поднимаю пояс. Вещи сон получаются. Что пожелаешь всем тем, кто идет по этому же пути, на что обратить внимание, чтобы так же выиграть? Как это? Учиться, учиться, учиться и не сдаваться. Решил, чтобы тратить деньги? Да, конечно, на проститутки. Отлично! Молодец! Алексей, главный организатор Russian Barber Week, скажите, рады ли вы, что вы вернулись наконец-то, что мы все вас ждали, как вообще все прошло, поделитесь впечатлениями. Я очень рад, что мы это сделали спустя три года. Впечатления просто невероятные, очень яркие. Одни эмоции и очень круто, что это все получилось. И получилось, как хотели, и может быть, даже лучше, чем хотели. И спасибо всем тем, кто поддержал вот это вот вообще, все, что мы сделали, потому что только вместе со всеми этими людьми это можно было сделать. Спасибо! Согласна! Большое вам спасибо еще раз, что вернулись. Будем ждать новых событий. Спасибо! Расскажи меня, как вам и ты? Как вам мероприятие? Понравилось ли вам? Да, очень сильно понравилось. Очень встанно. Встанно, классно, круто. Здесь много, много людей. Мне кажется, 8 долларов нет, сон. Все, мы как-то побольше. Ну, мы уже посутили сегодня 100, 5-5 классов. 100. 100. 100. 100. Это как бы население Лиды, да? Где ты живешь? Да, 100 человек. Самая база. Все у меня. Все 100 человек. Я прощу, что вы реально на телефон говорите вот так. А, налет! От севера, глядя. Отлично. Классно. Знаешь, я могу отталкивать, где... Есть с чем сравнить, короче. Короче, мероприятие классное, все понравилось. Организация хорошая. Ребята все молодцы. Юнеры, охуенные чуваки. Все. В общем, классно. Можно нас можно. Вот. Что еще сказать? Мне нравится выступать. Мне нравится ходить, радовать девочек. Маму радовать. От нас все текут, короче. А у нас, короче, блин-запрос есть. Я описываю ситуацию, а вы отвечаете норм или норм. Норм или что? Норм или не норм. Ночевать на рабочем месте. Да. Да, норм. Крутить роман с коллегами ради выгоды. Нет. Присновить бывшую НРБВ с утра. Да. Да. Докрыть да, блядь, норм или не норм. Норм. Спать с клиентами. Да. Нет. Отменять записи, чтобы было лень. Не норм. Да. Норм или норм. Врачи и вы натурой. Норм. Завидовать коллегам. Нет. Не норм. Продавать клиенту ненужную косметику ради Чеха. Не норм. В каком году была поляковская битва? Грязниче 112. А какой это ты? 140. Я лазую. Она будет для 2035. Ты такой? 1420. А то 1380. Ты почти угадал. Улыбка. 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 В неで. Улыбка.